Ассараму алейкум! Всем привет, друзья! Сегодня мы с вами поговорим о такой части речи, как частица. Частица — это достаточно капризное слово, которое любит внимание и часто испытывает его дефицит со стороны изучающего арабский язык. И поэтому начинает вредничать и усложнять студенту его лингвистическую жизнь. Но, однако, если студент относится к ней с пониманием, проявляет гибкость, изучает ее, то она тоже идет ему навстречу и только помогает ему формулировать свои мысли. Итак, давайте знакомиться. Слово в арабском языке бывает трех видов. Либо это существительное — исэн, либо это глагол — фиаль, либо это харф — частица. Ничего более. Определение частицы в арабском языке таково. Это слово, смысл которого мы узнаем только в контексте. Исходя из этого определения, мы понимаем то, что перевести частицу без контекста невозможно по определению. Нельзя сказать, что частица фи, допустим, переводится как в. Нельзя сказать, что частица уа, одна из наиболее высокочастотных в арабском языке, переводится как и. То есть фи может переводиться как в, на, над, по, по причине. Уа может переводиться как а, и, вместе, клятва. То есть все будет зависеть от контекста. У частиц много смыслов, а иногда у них очень много смыслов. По этой теме, по теме смыслов частиц, целые книги написаны. Одна частица, ее количество смыслов и значений у нее может достигать до 10 и более. И поэтому для арабиста очень важно уметь распознавать и понимать смысл, который несет та или иная частица вот конкретно в этом контексте. Да, мы сказали то, что частица это слово, смысл которого узнается только в контексте. Но и при этом сама частица очень сильно влияет на контекст. Так, например, рогыба фи будет переводиться как желать или хотеть. Рогыба ан будет переводиться как, наоборот, не желать, не хотеть и даже более того, ненавидеть и питать отвращение. То есть полностью антоним получается. Глагол назаро, если с частицей иля, то будет смотреть куда-то на что-то. Так как иля, основной смысл этой частицы, это л-интиха. То есть окончательная цель. Это направление к окончательной какой-то цели. Назаро иля смотреть на что-то. Но назаро фи, фи это основной смысл нахождения внутри чего-то. Здесь уже будет смотреть внутрь, то есть размышлять, мыслить, раздумывать и так далее. То есть подобные смыслы. Если это, к примеру, глагол хадара с частицей иля, то это приходить. Если это хадара фи, то это присутствовать или находиться. Поэтому, если вы узнаете какой-то новый глагол, не поленитесь. Обязательно откройте словарь. Посмотрите словарную статью, посвященную этому глаголу. Ведь, возможно, этот глагол нельзя использовать без частицы. То есть это будет ошибкой. Или этот глагол используется с разными частицами, от которых будет кардинально меняться смысл самого глагола. Обязательно работайте со словарями. Знакомство со смыслами частиц, конечно же, начинается с грамматики. Частица, еще раз, это слово, смысл которого мы знаем только в контексте. А контекст очень тесно связан с грамматикой. Даже можно сказать, в какой-то степени контекст это и есть сама грамматика. Давайте рассмотрим на таком примере. Допустим, хараджа бакрун валь-қауму. Здесь вышел бакр и люди. Ну или народ, племя. Вышел бакр и люди. То есть и бакр, и люди, они вышли. Здесь вау, это союз. И. Если же мы скажем хараджа бакрун валь-қаума, то здесь вау, это уже не союз, это совместное вау. А профессия, которая идет после нее, называется маф'уль мааху. То есть это сущность, на фоне которой происходит действие. Сама же эта сущность, она не выполняет никаких действий. То есть хараджа бакрун валь-қаума, каум, люди, никуда здесь не выходили. Ну, можно перевести это таким образом. Вышел бакр при людях, прилюдно, да, или в присутствии людей. Все, конечно, от истории, от контекста будет зависеть, от самого, там, может быть, цельного рассказа и так далее. Но, в общем, люди здесь никуда не выходили. На другом примере, я думаю, эта конструкция будет более ясна. Каро туль-китаба валь-мисбаха. Понятно, что здесь вау не может быть союзом, так как лампа не может читать. Мисбах – это лампа, да. Я прочитал книгу, или я читал книгу при лампе здесь, да. Лампа – это сущность, на фоне которой происходило действие. Поэтому, опять же, вернемся к предыдущему примеру. Хараджа бакрун валь-қауму – вышел бакр, и люди все вышли. Если же хараджа бакрун валь-қаума, то люди никуда не выходили. Они просто были при совершении этого действия. Таким образом, мы понимаем смысл частицы, исходя из огласовок, из окружающих эту частицу профессий грамматических, да. То есть, из самого контекста. Смыслы частиц очень-очень часто, тесно они связаны вот с грамматикой. У частицы не может быть точного перевода. Ведь частица, она несет в себе какие-то смыслы, да. То есть, набор каких-то смыслов. А смысл чего-то я могу передать, то есть, я не обязан его передавать каким-то конкретным словом. Вот переводи именно так. Смысл я могу передавать синонимами различными. Смыслы я порой могу передавать жестикуляцией, интонацией. Даже взглядом, да, могу прибавить какое-то утверждение в какой-то смысл, да, в какой-то контекст и так далее. Например, вот частица инна, ее смысл – утверждение. Часто ее переводят воистину или поистине. Это хороший перевод в определенных контекстах. Но не означает, что теперь всегда мы обязаны ее переводить именно так. Да, самое главное – это донести смысл утверждения. То есть, к примеру, в предложении «Инни зэхибун илэль махаль» «Ну, поистине я иду в магазин» – ну, как бы это слишком пафосно для такого обычного, как бы бытового события. Осталось сказать только там «И мантию еще захвати». Нет, можно тут сказать «Так, я иду в магазин», да, или что-то, или интонации просто передать. Часто можно опустить частицу, да, если это позволяет контекст, если смысл утверждения, что это действительно происходит. Он как бы будет донесен и так, и так. То есть, не обязательно цепляться за какой-то отдельный перевод, да, который где-то мы услышали один раз там и так далее. То же самое часто вот такая конструкция есть, ну, подобная. «Мин фавайди гэдаль китаб». И, ну, это обычно, конечно, начинающие так переводят «использ этой книги». Прям вот все дословно «использ этой книги». Ну, это, во-первых, по стороне русского языка, как бы, ну, неправильно так говорить «использ этой книги». Согласен, мин одним из основных смыслов этой частицы является «эль иптида», «начало». Поэтому часто мы переводим частицу мин как «из», ну, то есть, начало пути из дома, там, из парка, там, и так далее, да. Здесь же мин в этом контексте, мин фавайди гэдаль китаб кеза ва кеза, не несет в себе смысл начала. Здесь смысл этой частицы – табаид, некоторая часть или часть из целого. Поэтому я вправе заменить частицу мин на слово баад. То есть, я могу сказать «либо мин фавайди гэдаль китаб, либо бааду фавайди гэдаль китаб кеза ва кеза». То есть, некоторая часть. Ну, опять же, будет от компетенции переводчика зависеть, от контекста и так далее. Ну, можно перевести, допустим, как «среди полезного в этой книге то-то и то-то», да. Или «некоторая польза этой книги заключается в том-то и том-то», да. Ну, опять же, все будет как бы от контекста зависеть. Смысл в том, что не нужно цепляться к определенному переводу. Буквальный перевод, несмотря на то, что тот, кто использует буквальный перевод, а обычно это начинающие студенты, он, несмотря на то, что тот, кто использует этот перевод, как бы он хочет лучше сделать, более точный смысл перевести, но буквальный перевод, он наоборот, чаще всего искажает смысл подлинника. То есть, да, то, что действительно имеет в виду говорящий или там в книге что-то написано. Или он искажает смысл подлинника чаще всего, или он будет неправильно со стороны языка, на который вы переводите. Поэтому к определенному переводу не нужно цепляться. И буквальный перевод арабский язык нас учит, наоборот, как бы быть гибкими с этой стороны, да, и не переводить буквально. Вот таким вот определением. Частица — это слово, смысл которого мы узнаем только в контексте. Вообще рассматривать чью-то речь, чьи-то даже действия в жизни, не только в лингвистике, без рассматривания ситуации в целом и контекста в целом, но это как минимум неразумно. Потому что контекст из ситуации, в которой были сказаны те или иные слова, или было совершено то или иное действие, оно многое объясняет, оно дает ответы на многие вопросы. Поэтому будьте гибкими, как частицы, и мудрыми, как грамматика. Я ля ля кула.